Всем привет! Продолжаем гулять по моему маленькому городку Санкт-Петербургу. Сегодня хочу познакомить вас с домом по дворцовой набережной 22.1. Пользуюсь я ресурсами интернет CityWalls, замечательной книги Иванова «Дома и люди», ну и какими-то другими данными из интернета, которые я читал когда-то или, может быть, нашел. С 1877 года этим домом владели Чердковой. Сначала отец Григорий Александрович, а затем и сыновья Григорий и Александр. По заказу отца Григория Александрович Черкова, архитектор Гедыки в 1877-1878 годах возводит ныне существующее здание, но оно выдержано в умеренно экономном стиле, который он называет стилем Людовика XVI, то есть раннего французского классицизма. Надо сказать, что в 1753 году объявился желающий на покупку это архитектор Мартин Людвиг Гоффман. Этот архитектор, как именует его, Якоб Штерин. А Якоб Штерин это деятель Российской Академии Наук. На раннем этапе ее существования действительно статский советник, гравер, картограф, медальер, мастер, фейервер, меморист, ну и так далее, как говорит Экипедия. Возвел ряд зданий в Оренбауме и из его петербургских построек до нас дошла перестроена в виде знаменитой Петершуле при Литеранской церкви святых Петра и Павла на Несном проспекте. Так вот этот Гоффман владел участком до 1790 года, после чего перешел к его дочери дом, а затем к знаменитому французскому танцору Пейку, который прославился как автор и исполнитель прелестного балета, которому он танцевал соло 28 апреля 1791 года на балу в Таврическом дворце, который давал князь Потемкин в честь империатрицы. С 1802 года по 1808 год дом принадлежал Тармасову, будущему герою Отечественной войны, генерал от кавалерии. А в 1809 его приобретает гофмаршал Степан Сергеевич Ландской, после смерти которого в 1813 году им владела его вдова Мария Васильевна почти 30 лет. В 1820-30-х годах здесь жил князь Владимир Федорович Адоевский, женатый на дочери Ландского Ольги Степановне. Кстати, здесь по субботам собирались многие известные люди того времени. Дворцовая набережная 22-1, она как бы состоит из двух домов, двух участков. Так вот, давайте посмотрим по второму участку. Это дом корабельного мастера Пальчикова, где, кстати сказать, содержался до перевода в крепость, возвращенный за границей царевич Алексей Петрович. Дом покойного Пальчикова покупает коммергер империатрица Елизавета Петровна Василий Иванович Чулков. Бывший придворный истопник, он был со временем пожалован в коммергеры за безукоризненное исполнение особо интимных обязанностей стража императорского Олькова. А что это такое? Каждый вечер он появлялся с матрасом и двумя подушками, чтобы провести ночь на полу у постели государства. А всем, ну, может быть, конечно, и не всем известно, что Елизавета весьма жаловала обряд чесания пяток, для чего в царскую спальню приглашались мастерицы этого дела. На рассвете они удалялись, уступая место Разумовскому, Швуалову и иному временному избраннику. Но Чулков-то оставался вместе с подушками на полу. Двенадцать часов в день императрица вставала. Случалось, что ее сторож еще крепко спал в это время. Тогда она будила его, вытаскивала из-под головы подушки или щекотила его подмышками, а он, приподнимаясь, ласкал плечо своей благодетельности, называя ее Белой Лебедышкой. Что столь фамилиарная близость к царице принесла ему, в конце концов, звание генерал-лейтенанта и орден Святого Александра Невского. Вот так вот, понимаешь, на страже был чесание пяток. В 1791 году бывший дом Чулкова переходит к любимице и наперстнице другой императрицы, Екатерины II. Горничная Мария Савишна-Перекусихина. Почти 40 лет оставалась при своей государственной, сопровождала ее во всех ее прогулках и в парадных выездах. Ну, естественно, императрица хорошо разбиралась в людях. Высоко оценила сердечную преданность простой, малообразованной, но умной и покладистой Перекусихиной. Однажды, как говорят историки, она подарила Марии Савишне дорогой кольцо со своим портретом в мужском костюме, сказав при этом, вот тебе жених, которому, я уверена, ты никогда не изменишь. Пользовалась особым доверием Екатерины, называвшей ее своим другом. Умела держать язык с зубами. Ни один из ее многочисленных рассказов, записанных современниками, не касался интимной стороны жизни Екатерины. Вот, настоящая гордочная, действительно. После смерти матери Павел пожаловал Мария Савишне пожизненную пенсию и земельные угодья. Ну, в общем-то, неизвестно, зачем был пожалован Перекус на этот дом. Она уже выводила к тому времени дом на дворцовую набережную и не желала с ним расстаться, продав подаренный особняк и поселила в своем домике неподалеку от дворца, где окруженная портретами Екатерины мирно доживала свой век. Среди близких друзей, племянницы Тарсуковой с ее мужем и дочерью. Среди посетителей этого дома был Исумароков, известный некогда ныне забытый писатель, племянник знаменитого драматолога. Заезжала проедать старушку и Афросимова, или Афросимова, не знаю, как подарение поставят, служившая прототипом сразу для двух писателей Грибоедова, Староха Хлистова, Толстого, Ахросимова. Она специально приезжала из Москвы в Петербург для наблюдения за служившим в гвардии сыновьями и с удовольствием рассказала об их беспрекословном повиновении, частенько повторяя при этом. Не то ведь у меня есть руки, а у них щеки. Говорят, что Марья Саечна с трудом мирилась с новой модой. И однажды, как вспоминает Свербеев, Дмитрий Николаевич Свербеев, русский историк и дипломат, автор пепуаров о пушкинском времени, изданных в Москве в 1899 году. Реманточка такая. Когда он приехал к ней с визитом в белых панталонах поверх сапог, тогда это было модно. Она отправила его обратно, а на объяснение сурово ответила. Не у меня, только не у меня. Ко мне, слава богу, еще никто в портках не входит. Отправляйся домой, переоденься и непременно приезжай к обеду. Я буду ждать. Как такая была женщина. Племянница Перекусихиной. Мария Ардальоновна. Это крестница Екатерины II Тарсукова. Вышла замуж за Петра Андреевича Кикина. Человека весьма примечательного. Кстати, его портрет можно видеть в военной Галилее Зимнего дворца. Во время боевых действий он проявил незурядное мужество, за что был награжден орденом Святого Георгия Третьей степени. Участвовал в кампаниях 13-1814 годов. Командовал бригадой. А по возвращении из Парижа вышел в отставку. Женился и поселился в этом доме. В 1816 году Петр Алексеевич назначается статс-секретарем, как говорят, у принятия прошения на высочайшее имя приносимо. В этой должности проявляет свойственность ему черты характера, независимость суждений, неподкупность, настойчивость в отставании решений. Кикин был одним из учредителей и первым председателем общества поощрения художников, основанного в Петербурге в 1820 году. Благодаря Кикину получили заграничную командировку братьев Брыловы. Он покровительствовал Иницианову, содействовал выкупу на волю крепостных художников. Крупнейший русский живописец Александр Иванов Илья Иванов, не особенно щедро на положительном отзыве о художественных деятелях своего времени, отметил в записной книжке, что Кикин есть один из почтенных людей и весьма радушных в пользу художников. Ну что, дочь Кикина Мария Петровна стала женой князя Дмитрия Волконского, племянника Декабриста. Ну а в результате дом Марии Васильевны Ландской, после ее смерти в 1842 году, переходит собственность Екатерины Алексеевны Волконской, известной в обществе под именем воинственной тетушки, каковой она приходилась отцу Дмитрия Петровича, князю Петру Михайловичу Волконскому. Тетушка передала все свое обмене, включая дом на дворцовой набережной, любимому племяннику, с условием получать от него пожизненную, весьма солидную пенсию и квартиру в нижнем этаже этого дома. Кстати, тетушка должна была казнить около 4 миллионов рублей, но на ее счастье император Николай I в 1845 году простил ему уже этот огромный долг. Отец отдал дом сыну, два отдельных здания соединились в одно, о чем пишет в своих записках Бутурлин. Дом или правильные дома Волконских, потому что таковых было два рядом, составляли угол дворцовой набережной и Машково переулка. И хотя оба дома были отделены снаружи, даже и по архитектуре, но внутри соединены в один общий. Один из них выходит на большую миллионную. Ну а теперь о супругах Волконских. Дмитрий Петрович мечает Турлин. Князь был не блестящего, но был добродушный человек, откровенного и незаносчивого нрава. Ну а Мария Петровна являлась натурой одаренной, наследовавшей от отца любовь к живописи. Аня пишет, что была великой любительницей, знаток по всем отраслям художеств, но специально и занималась русской стариной в зодчестве и живописи. Ее гостиная по утрам представляла рисовальный класс. Под руководством академика Солнцева здесь писали акварельными и гуашными красками роскошные свяцы, славянским текстом и иконописными картинками. Солнцев был известен в свое время художник-археолог, знаток русских древностей. А кроме Солнцева, постоянно писателями были художник Брюлов, Басин, своим человеком в гостиной был и артист русской оперы, певец-баритон Гулаг Артемовский. Впоследствии автор популярной оперы Запорожа за Дунаем. Кстати, он неплохо писал миниатюры на слоновой кости. Мария Петровна скончалась в возрасте 38 лет в 1854 году, а вскоре последовал ее муж. Дом достался по наследству ее дочери Екатерине Дмитриевне, бывшей замужем за директором императорских театров Севоложским. В 1877 году она продает особняк Григорию Александровичу Черткову, сыну основателя знаменитой библиотеки в Москве, археологии и нумизмата Черткова. Он был коренным москвичем, и его пресс Петербург объяснялся назначением на придворную должность шталтмейстера. А зачем игермейстера, то есть заведующего царской охотой? Маленький, худенький, смугленький, с довольно большим горбатым носом, живыми огненными черными глазами и чрезвычайно быстрыми, подвижными, как будто эластичными манерами. Он походил на какого-то мальчика из бутаперчи. Описывал его друг Загозкин. Это сын известного русского писателя и драматурга Михаила Николаевича Загозкина, директора московских театров и московской оружейной палаты. Григорий женился на Софье Николаевне Муравьевой, дочери генерала Муравьева Карского, выдающего его начальника и путешественника, автора нескольких книг и интересных мемуаров. Сын Черткова, Григорий, был одним из культурнейших офицеров полка. В 1910-х годах Чертков, проект архитектора Белобородова, заново делает внутренние помещения своего особняка Дворцовой набережной, в неоклассическом стиле. Росписью здесь выполнил художник Терсов. Великолепно была отделка библиотеки. Ну вот, собственно говоря, и все о доме по Дворцовой набережной 22-1. Интереснейшие люди жили в этом доме. Я пользовался замечательной книгой Иванова «Дома и люди» с сайтом CityWalls и различными другими источниками из интернета. Все, всем пока, всем привет, до свидания, до новых встреч. Вы узнали что-то новое по Дому 22-1 Дворцовой набережной. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok